Сохраняя традиции славянского мира, в Нефтьюганске состоялись 12-е Кирилло-Мефодиевские чтения. В 2020 году 48 субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку от администрации Нефтьюганска. На эти цели из городского и регионального бюджетов было выделено свыше 12 миллионов рублей. Так, 34 субъекта МСП получили поддержку на реализацию социально значимых видов деятельности. Им возместили часть затрат на аренду помещений. Финансовая помощь составила более 5 миллионов рублей. Два субъекта в части возмещения затрат по предоставлению консалтинговых услуг, 10 – осуществление социально значимых видов деятельности в виде возмещения части затрат по приобретению оборудованию. И два субъекта в виде возмещения части затрат связаны с прохождением курсов повышения квалификации. Напомним, к социально значимым видам предпринимательства относятся производство пищевых продуктов, текстильных и металлических изделий, обработка древесины, строительство, а также деятельность ресторанов и кафе здорового питания, турагентства и бизнес в сфере здравоохранения. Обрабатывают 150 заявок в день, и это только по жилищно-коммунальным вопросам. Открытые люки и затопленные улицы. С приходом весны количество обращений в диспетчерскую службу увеличилось. Как быстро решаются проблемы и как проходит мониторинг, рассказали сотрудники ЕДДС. Последнюю неделю горожане все чаще стали жаловаться на открытые люки колодцев, опубликовывая фото в социальных сетях. В единую дежурную диспетчерскую службу поступило 11 обращений, из которых 4 уже закрыли. По остальным работают. Как выяснилось, одни крышки за зиму проседают из-за ржавчины, другие снесли во время чистки снега. Такие заявки отправляются тому подрядчику, кто осуществлял чистку этой дороги. Но есть колодцы, которые просто в связи с гнением, с коррозией крышки. Для решения этих вопросов уже включается административный ресурс руководства администрации города и административный ресурс руководства департамента жилищно-коммунального хозяйства. Горожанам напоминают, с подобными обращениями звонить в ЕДДС 310-118. Также все жалобы фиксируются в системе мониторинга «Инцидент-менеджмент». Сейчас, кроме открытых ливневок, горожан волнует уборка мусора, отлов собак и ямы на дорогах. В ЕДДС не только отрабатывают заявки от нефтьюганцев, но и определяют исполнителя и контролируют процесс. Например, на закрытие люка уходит от 3 до 4 дней. Либо мы перепроверяем исполнение заявки через заявителя по его контактному телефону, либо же связь идет с исполнителем непосредственным, кто занимается устранением этой заявки. И пока мероприятие не будет устранено, оно с суточной оперативной сводки не убирается. Она до тех пор находится в суточной сводке, пока она не будет решена. Штат службы – это 14 человек, работают круглосуточно в две смены. Помимо коммунальных вопросов, дежурные принимают звонки по телефону 112, экстренно-оперативным случаем. Каждый оператор в день может отработать 140 звонков, а в празднике больше 300. Где у вас происходит затопление? В зале, да? Вы никуда еще не обращались? Уже начали мы мониторить с вчерашнего дня поводку и обстановку протоки Юганской ООО. Принимаем все заявки по жилищно-коммунальному хозяйству. Допустим, вот произошло затопление. Верхняя квартира затапливает нижнюю квартиру. Жилец не знает, какая управляющая компания обслуживает его дом. Также ЕДДС мониторит городские чаты. Находя проблемы, неотраженные в сводках по телефону, сотрудники отрабатывают и их. Информацию можно скидывать в группе Вайбера и ЕДДС. Противоречивая личность Александра Невского – дневниковые записи о блокадном Ленинграде и особенности хантыйской культуры в произведениях современников. Два десятка юных нефтеюганцев приняли участие в ежегодных Кирилло-Мефодиевских чтениях. На этот раз они стали уже двенадцатыми по счету и по традиции были приурочены ко дню славянской письменности и культуры. Подробнее в сюжете. Пятиклассница Полина Грибкова обсуждает нюансы проделанной работы со своим преподавателем. Несмотря на юный возраст, школьница выбрала для исследования серьезную и вполне взрослую тему. Разный взгляд на образ Александра Невского в кинематографе. В фильмах «Мой любимый воин Александр Невский» я посмотрела несколько фильмов. То есть Сергея Михайловича Эйзенштейна, Александр Невский, он выпущен в 1935 году. Я получила очень много знаний и я хочу равняться на Александра Невского. Ну, то есть качествами, мудростью, храбростью, удалостью. К слову, в этом году на чтениях было представлено порядка 10 проектов о личности Александра Невского. Такой интерес молодежи к великому русскому полководцу не может не радовать, отмечают члены жюри. Впрочем, как и ко всему, что связано с историей Отечества. У нас есть секция, которая посвящена малой родине, югре, ее духовному наследию. И в этом плане есть тоже интереснейшие работы, посвященные, ну, например, святым местам югры. Оказывается, благодаря детским исследованиям, она у нас полна вот такими местами, которые являются этими духовными какими-то предъявительными точками. Кирилло-Мефодиевские чтения по традиции проходят при поддержке нефтеюганского духовенства. Подведение итогов конкурса здесь скорее условность, убежден настоятель прихода храма Святого Духа Николай Матвейчук. По его мнению, главное – привлечь юное поколение к изучению истоков славянской культуры, а значит, и к их сохранению. Сегодня бывшие те участники, которые участвовали там 10 лет назад, и сегодня они уже взрослые. И когда мы встречаемся или как-то они звонят из других больших городов, они говорят, всегда мы помним, как мы участвовали, как мы переживали. Это действительно вкладывается в душу, живое зерно, и оно прорастает и дает хороший плод на всю жизнь, можно так сказать. Это прививка духовная, нравственная для всех нас. Отметим, за 12 лет победители городских чтений не раз становились лучшими на региональном уровне. Получат ли проекты горожан признание на окружном конкурсе в этом году, узнаем в ближайшее время. Елена Волкова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Купили квартиру до 1998 года и собираетесь ее продать? За выпиской о документе на право собственности лучше позаботиться заранее. Тем более сейчас не нужно платить за это госпошлину, сообщает местный отдел Росреестра. Привычное свидетельство о собственности на квартиру или гараж теперь не выдается. Гражданам достаточно обратиться в МФЦ и получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Причем госпошлина по закону отменена. Наличие прав в Едином государственном реестре недвижимости упрощает также для граждан обращение в органы при получении каких-либо субсидий, при регистрации по месту жительства. Так как все органы обращаются к нам за сведениями, принадлежит ли объект недвижимости данному лицу. В ведомстве напоминают, если вы зарегистрировали право собственности до 1998 года, то есть через БТИ, то внести изменения в документ или получить выписку, к примеру, перед сделкой о продаже, лучше заранее. В этом случае МФЦ будет делать запрос в Фантамансийский центр имущественных отношений. Все данные по этому периоду теперь содержатся там. Предприниматели Нефтьюганска могут получить новый статус для своего дела – социальное предприятие. Заявки принимаются Департаментом экономического развития до 1 мая. Какие преимущества и формы поддержки можно получить в этом случае, расскажем в следующем материале. Программа «Социальное предпринимательство» охватила уже 56 регионов нашей страны. В Югре особый статус появился в 2019-м. Он дает возможность получить финансовую, имущественную и информационную поддержку от правительства округа и от фонда «Наше будущее». Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего бизнеса, включенных в список социальных предприятий. Которые оказывают услуги лицам социально уязвимым, оказывают услуги малоимущим, детям-инвалидам и различным социально незащищенным слоям населения. Плюс те, кто трудоустраивает социально незащищенных или продает товары, которые они производят. В нашем городе особый статус имеют семь социальных предпринимателей. Большая их часть занимается производством услуг, такими как образование и здравоохранение. Башкирова Екатерина является руководителем клиники, помогающей семьям уже на протяжении четырех лет. Мы оказываем комплексные услуги семье и детям. Медицинские, психолого-педагогические, образовательные. Мы работаем по индивидуальным программам социальной защиты населения. Являясь социальным предприятием, мы можем получать субсидии с округа как социальное предприятие. И это, конечно, колоссальная поддержка для нашего бизнеса. Статус дает возможность получить грант до полумиллиона рублей, сниженный размер арендной платы и налогов, а также возможность представить свои услуги или товары на региональных и сиросийских ярмарках. Для получения статуса социального предпринимательства необходимо направить заявку в Департамент экономического развития города или округа до 1 мая. Контакты на экране. Алина Ширина, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». 15 минут перебоев в сети и аннулируются результаты всего класса. Сегодня городским педагогам рассказали о новшествах при проведении итоговой аттестации в 9 и 11 классах. Сдавать экзамены начнут уже 24 мая. 1262 девятиклассника и 692 одиннадцатиклассника начнут сдавать экзамены примерно через месяц. На ЕГЭ дополнительно заявились 60 выпускников прошлых лет. В одном классе будет сидеть 9-12 человек вместо обычных 15 для соблюдения дистанции. Все помещения, включая помещения входного контроля, рекреации по пути следования участников, оборудованы бактерицидными облучателями воздуха, которые как раз разрешено использовать для очистки воздуха в помещениях в присутствии людей. ЕГЭ будут сдавать во 2-й, 5-й и 10-й школах. ОГЭ – во 2-й, 5-й, 6-й, 10-й и лицее. Новшество этого года девятиклассники издают экзамены также под видеонаблюдением. На встрече присутствовали поставщики связи. Если трансляция прерывается хотя бы на 15 минут, результаты экзамена аннулируются. Кстати, записи будут храниться в архиве. До 1 марта следующего года. Так вот, если нарушение какое-то выявлено, ребенку-участнику ставится метка о нарушении, то в этом случае уже студент первого курса, он также может быть отчислен из высшего учебного заведения. В Нефтьюганске таких ситуаций, к счастью, не было. Сказывается опытная подготовка, в том числе психологическая. Продолжается работа по выявлению и сопровождению детей с высоким уровнем тревожности в ситуациях проведения проверки знаний и мероприятий, направленных на повышение стрессоустойчивости. Кстати, на прошлых экзаменах, которые проходили при теплой погоде, выпускники жаловались в открытые окна, слышно крики гуляющих детей, отвлекает. Школам поручили обеспечить на территориях относительную тишину, в том числе прекращать ремонтные работы. Наталья Платонова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Пример восхищения для нефтьюганцев. В труженице тыла Зоя Бузаева сегодня празднует юбилей. 90-летняя женщина полна сил, любит модно одеваться и всегда выглядит с иголочки. Десятилетняя Зоя Мироновна вместе с братом и сестрами потеряли отца в первый год войны. После семьей перебрались в совхоз, где несколько лет собирали табак и выращивали поросят для фронта. В День Победы находилась в школе. Признается, что вспоминать об этом тяжело. В 1941 году сразу папка погиб. Похоронная пришла. Мы-то, конечно, все плакали. В школе там кто радовался, подскакивали. Кто плакал. Потому что раз у нас погиб папка, мы все плакали. В 1954 работала контролером на Уральском военном заводе. Там же встретила своего мужа. Вместе они перебрались в Узбекистан, потом в Киргизию, а с 1977 года проживает нефтьюганский. У Зои Мироновны одна дочка, двое внуков и шесть правнуков. Включу иногда телевизор этой кордоночкой, прикрою, чтобы не смотреть, а просто слушать. И вот так вот все обходится. И там день уже проходит. Ну, приходят, проведывают меня все время. То дочка приходит, то внуки вот с работы придут, бегут сюда проведать ко мне. Сегодня ее дом полон гостей. Именинница принимает поздравления, а также письма от президента и губернатора. Пусть только хорошие события и добрые вести посещает ваш дом. Гологорда Нефтьюганская, Сергей Юрий Тегтярев. Желаю вам здоровья, бодрости, духа, успехов, заботы близких людей. С уважением, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югры Комарова Наталья Вадимовна. Спасибо. Здоровья, процветания, до столетия, чтобы ваши отметить. Спасибо вам за труд. С днем рождения, красавица. От всей души желаю, чтобы здоровье не подводило, близкие люди радовали своей заботой и вниманием. На зеркале у Зои Мироновны жизнеутверждающие фразы. Им она следует каждый день, поэтому всегда выглядит и чувствует себя замечательно. Она может сказать, это тебе некрасиво, не идет, сними быстро, давай. Она вообще у нас любит модничать. Она еще, несмотря на то, что у нее зрение слабое, на один глаз, я приду, она у меня еще тут выкроет что-нибудь, умудряется. То ей там халатик где-то не по фигуре сел, она там наживулит. Она у нас вообще очень клевая. Отмечать день рождения будут громко. Всей семьей в 20 человек поедут за город, накроют стол и устроят салют в честь любимой бабушки. На сегодня это вся информация. Спасибо, что остаетесь с нами. В студии для вас работала Елена Волкова. Всего вам доброго и до встречи в эфире.